Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас четверг, 17 октября. Давайте с вами посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта, несмотря на отсутствие какой-либо фундаментальной статистики по США, в принципе, отсутствие важной статистики по еврозоним, евро продолжил свое снижение в рамках тренда, наблюдаемого у нас еще с начала этого месяца. И, собственно, пока предпосылок к тому, что этот тренд будет завершен, никаких нет. Возможно, сегодняшнее заседание Европейского Центрального Банка как-то повлияет положительно на рисковые активы, но что-то в этом я очень сильно сомневаюсь. Британский фунт также у нас возобновил падение после трех дней боковика. Вышли у нас данные по инфляции Великобритании. Обращал внимание, что если отчеты просигнализируют о замедлении ценового удавления, а так и произошло, если еще в августе годовая инфляция была на уровне 3,6%, сентябрь показал 3,2%. Что касается месячного изменения, то после роста 0,3% в сентябре вообще никаких изменений. Собственно, все это указывает на снижение ценового удавления, указывает на то, что Банку Англии, учитывая, какие в последнее время выходили данные по рынку труда, напомню, что там уровень безработицы снизился в Великобритании, Банк Англии, скорее всего, будет дальше активно снижать процентные ставки, так как попросту смысла держать их на текущих уровнях и ограничивать стимулирование экономики никакого нету. Поэтому и, собственно, фунт у нас на все это дело отреагировал падением. Была у нас хорошая коррекция в район 30-31, там я рекомендовал продавать. И видим, что все получилось очень даже неплохо. Что касается сегодняшнего дня, давайте с вами сразу посмотрим экономический календарь. У нас сегодня ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне. За сентябрь прогнозируется рост на 1,8%. После 1,8% в августе годовой показатель ожидается на уровне 2,7%. Собственно, все без изменений. Если ценовое давление ослабнет, то это очередной повод для Европейского национального банка дальше активно снижать процентные ставки. Чем, собственно, он сегодня и будет заниматься. Сегодня у нас заседание европейского регулятора. Ожидается, что основная процентная ставка будет снижена до 3,4% с 3,65%. Ставка по депозитам у нас также обвалится на 4,3% с 3,5% до 3,25%. Поэтому ждем выступления президента Европейского национального банка Кристин Лагард и посмотрим, как она дальше обрисует перспективы монетарной политики. Если все это будет указывать на дальнейшее смягчение активное, то шансов на рост евро фактически никаких не останется. И мы увидим очередную распродажу в паре с американским долларом. Хотя справедливости ради стоит отметить, что евро и так неплохо просел. Учитывается в котировках уже сегодняшнее смягчение денежной политики. И для дальнейшего падения нужна довольно мягкая позиция Европейского национального банка. Будет она или нет, узнаем уже в ходе заседания. Что касается американской статистики, выходит у нас важный отчет по изменению объема рочной торговли. Хорошие показатели также приведут к укреплению американского доллара. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Ну и, собственно, ряд других не столь важных показателей. Поэтому, скорее всего, акцент у нас будет смещен на заседании ЕЦБ и на прогнозы и ожидания представителей Европейского центрального банка. Касается у нас технической картины. Часовой график евро-доллара. Мы видим, что толкаемся мы в районе 0.8.53. Вчера в конце американской сессии откупили этот уровень, немножко восстановились. Но, в принципе, все пока в рамках медвежьего рынка. Поэтому прорыв с закреплением ниже открывает нам дорогу 0.8.30, 0.8.08. А более мягкая. И политика Европейского центрального банка, я думаю, может обвалить даже евро где-то на районе 0.783, где посмотрю покупки на оскок с движением в 20-25 пунктов. Длинные позиции 0.8.30, 0.8.08 против тренда, как и от 0.8.53. Конечно, только после формирования ложного пробоя. Целью покупателей будет 0.8.82, где, я думаю, они встретят активное действие со стороны продавцов. Поэтому неудачное закрепление 0.8.82 в районе средств хозяйств продолжит медвежий рынок и откроет для евро новые минимумы. Если никакой активности 0.8.82 нет, то прорыв с обратным тестом, закрепление высшего диапазона после заседания Европейского центрального банка. Все это придет к коррекции на 0.9.15 и, быть может, даже мы увидим 0.9.52, где посмотрю продажи на оскок с движением в 30-35 пунктов. Короткие позиции 0.9.15, 0.8.82, конечно же, только после формирования ложного пробоя. Что касается британского фунта, здесь мы видим, толкаемся в районе 29.85, несколько раз отрабатывали эту поддержку. Поэтому только формирование сложного пробоя на фоне отсутствия какой-то статистики по Великобритании. Шанс на восстановление фунта в район 30-31, где, я думаю, активно вновь себя проявляют продавцы. Но прорыв с закреплением выше этого диапазона приведет к коррекции на 30.70, быть может, даже 30.99 мы увидим. Здесь посмотрю продажи на оскок с движением в 25-30 пунктов. Ну а короткие позиции от 30.70, как и от 30.31, только после формирования ложного пробоя. Если медведи забирают в первую половину дня 29.85 евро у нас падает после заседания Европейского социального банка, все это может потянуть в фунт и вниз и в фунт, то закрепление ниже, обратный тест 29.85, все это точка входа. На продажу идем на 29.41, 29.11, может быть, даже 28.84 мы увидим. Здесь смотрю покупки на оскок с коррекцией в 25-30 пунктов. Ну а длинные позиции от 29.41, 29.11 буду открывать против тренда, конечно, только после формирования ложного пробоя. Всем удачи!